Будем молиться о том, чтобы Господь благословил всех нас дожить до праздника Рождества Христова. И вот сегодняшняя притча, притча о милосердном Самарянине, которую многие из нас знают почти что наизусть, о том, как некий человек, схождаши от Иерусалима в Иерихон, то есть спускался, ведь Иерусалим находится на горе, и все, кто идут из Иерусалима, они всегда спускаются куда-то, кто-то в Иерихон, кто-то еще в какие-то сирения. И вот Господь эту притчу не просто так и не вдруг сказал. Он ее сказал, когда произошел между ним диалог с одним законником, который его искушал. И вот во время этого диалога Иисусу задается вопрос, кто мой ближний? И на этот вопрос Господь наш рассказывает вот эту притчу о милосердном Самарянине, о том, что тот человек, который, в общем-то, не должен был сделать добро, он его сделал, и даже сделал большее, чем добро, позаботился. И вот эта притча, она снова и снова нам, она такая притча из нашей жизни, потому что очень часто бывает, что те, кто должен заботиться, они не заботятся. Те, кто вроде как должен был подать руку помощи, они не подают, а помогают совершенно другие люди. Вот для христианина все промыслительно. И мы, что бы с нами в жизни не происходило, мы говорим, Господи, открой волю Твою о мне. Господи, поддержи меня. Дай силы, вразуми. И Господь по нашей вере подает нам тех людей, которые становятся нашими ближними, которые оказывают нам милость. Эта милость бывает разная. Милость бывает через дело. Какое-то дело сделают, деньги дадут взаймы, помогут, поддержат. Милость бывает через слово. Знаете, есть такая присказка народная, что доброе слово и кошке приятно. Вот в этих словах кроется великая сила. Мы уж не будем вспоминать все святоотеческие слова по этому поводу. Но, дорогие мои, наступает Великий Пост. Пусть как можно чаще с наших уст срываются слова «Спасибо», «Пожалуйста», «Благодарю». В магазине, это еще кому-то людям, которые дворник проходит по улице, поблагодарим, потому что разные бывают ситуации в нашей жизни. И наша жизнь зависит от множества людей. Но есть еще особый вид милости, который заповедан нам Господом нашим Иисусом Христом. Это молитва. Через молитву мы тоже оказываем, можем и оказываем великую милость тем людям, которые находятся рядом с нами. Во-первых, живых, а во-вторых, усопших. Пусть этот Великий Пост будет временем воспоминания нашего как живых людей, которые находятся рядом с нами или близких наших родственников. Может быть, есть среди них болящие, и тогда прочитаем за них молитву за болящих, воздохнем, когда будем вспоминать о них. А есть и наши усопшие родственники, которые также нуждаются в молитве. Недаром Великим Постом, мы помним, да, Великим Постом именно. Субботние дни, несколько субботних дней, они особо посвящены памяти наших дорогих усопших. Рождественским Постом такого нет, но это не умаляет значимости воспоминаний усопших и нашей духовной милости для них. Вот, поэтому, когда будем в следующий раз, может быть, в следующий воскресный день писать наши записочки, то воспоминем в них и наших бабушек и дедушек, и наших прабабушек и прадедушек, и наших прапрапрадедов. А как мы о них узнаем? Как мы о них узнаем? Ну, хотя бы потому, что вот у меня, например, прадедушка, Георгий Георгиевич, да? Значит, его папа был Георгием. Вот уже можно два имени записать в синодик, да? Двух Георгиев. Вот, и так каждый из нас, так сказать, что-то осталось в нашей семье. И через это сохраняется та самая преемственность поколений, без которой нет настоящего. Нет настоящего. Господь нам дает с вами не только вот таким образом оказывать милостыню, но и оказывать разным людям простыми методами, простыми средствами. Вот, например, вчера в нашем храме был сбор вещей и продуктов в помощь бездомных. Я благодарю всех, кто открикнулся на эту инициативу, кто принес вещи, кто принес продукты. Даже некоторые люди приходили, подходили, приносили что-то не то, им объясняли, что же нужно, да? Они уходили и приносили еще что-то, да? Вот такая тоже была ревность людей помочь как-то. Это очень хорошо, потому что, как мы с вами понимаем, времена сейчас непростые для всех. Вот, всякие инициативы социальные тоже как бы умоляются. Может быть, богатые люди, которые что-то или кого-то спонсировали, тоже как бы не все сейчас могут. Вот, и мы, как говорится, с миру по нитке помогаем тем людям и тем организациям, которых мы знаем. Вот у нас такие инициативы, при храме есть несколько таких инициатив. Мы, например, помогаем и поддерживаем два монастыря. Один в Иксунский монастырь, другой монастырь в Пусковской губернии, бедный. Отправляем периодически какой-то провиант, какое-то, так сказать, еще что-то, то, что у нас есть, да? Есть у нас фонд «Преображение», о котором многие из вас знают и которому мы уже не первый год помогаем и деньгами помогаем, и помогаем там памперсами, еще чем-то. Вот фонд, который занимается детьми-отказниками. Наши прихожане уже знают об этой инициативе и периодически даже подходят и вот в нашу книжную лавочку передают и денежки, и передают какие-то канцтовары, передают для детей-отказников и для психоневрологического интерната, который также окормляется вот этим обществом «Преображение». Надо сказать, что вот у нас нет такой возможности заниматься активно вот этой деятельностью, например, теми же самыми вещами. В некоторых храмах, где есть излишек площади, метры лишние, там и какие-то ангарчики устанавливают, даже есть храмы, которые о беспризорных заботятся, да, как-то вот тоже. У нас нет такой возможности, поэтому мы действуем, исходя из нашей возможности, не имея земли. Вот что-то мы собираем, например, вчера собрали, и мы сразу это стараемся увести, потому что, ну, как бы, нет такой возможности. Поэтому, дорогие мои, все наши инициативы, в том числе инициативы по делам милосердия, которые Господь наш Иисус Христос заповедовал, они все бывают на нашей доске и в наших объявлениях на Телеграм-канале. Узнавайте, принимайте участие, и Господь за ваше доброе сердце, за вашу милостыню, да даже пусть сердце будет недоброе, лучше, знаете, добрым притвориться, тоже хорошо, чем кого-то покусать, как бы, и быть от этого счастливым. Притворимся лучше добрыми, да, даже если мы недобрые на самом деле. И, может быть, Господь нас в этом притворстве застанет и даст нам Царство Небесное. Вот, может быть, это будет лучше, чем мы будем такими, какими мы на самом деле иногда, озлобленные, друг на друга кидающиеся и прочее, прочее. Всякое бывает с нами. Поэтому Рождественский пост для того, чтобы мы Богу помолились, добрые дела сделали, от последствий своих грехов очистились. Вот, у нас, опять же, ситуация сейчас непростая, мы с вами знаем, как бы, такая эпидемиологическая. Поэтому призываю, как бы, наше вот старшее поколение обратить особое внимание на будничные службы и стараться, если вот причащаться, так вот подготовиться, приходить, пожалуйста, в будни, да, лучше. А время, например, воскресное, ну, такое сейчас время, да, непростое, когда надо выбирать, оставим тем людям, которые у нас работают, которые вот приходят, только в один этот день могут прийти, да. Мы вас ждем в будни, батюшки всегда готовы с вами пообщаться, поисповедовать, принять ваше покаяние и причастить вас, сделать вас причастниками в божественную трапезу. Всех вас поздравляем с праздником, помолимся, чтобы предстоящее время рождественского поста было всем нам в радость, душевное и телесное здравие и в духовное веселье. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!